Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, любители футбола! На телеканале CBC продолжается цикл передач, посвященный Чемпионату мира по футболю в Катаре. Сегодня у нас прошли первые игры третьего тура. Еще через несколько минут, буквально через полчаса, пройдут еще две игры. Тем самым завершатся игры в первых двух группах, и мы уже узнаем еще две команды, которые пройдут в плей-офф. Сегодня вместе со мной передачу будет вести мой постоянный соведущий, Эмин Ахмедов. Он подключается к нам по видеосвязи из Германии. Он сейчас находится там в командировке. Добрый вечер, Эмин! Здравствуйте, Анар, здравствуйте, дорогие зрители, радиослушатели, рад всех слышать. Как погода в Германии? Ну, холодно. Холодно. У нас здесь плюс 7, можно сказать. Ну, чуть-чуть пропаднее, чем в Баку. Ну, я тебе скажу, сегодня в Баку тоже достаточно прохладно, дождь такой не очень приятный. Ну, так, поэтому мы с тобой в одинаковых условиях. Эмин, смог ли ты посмотреть игры, которые прошли, закончились буквально 45 минут назад? Да, удалось, удалось. Спасибо бы, было это трудно, но удалось это сделать, конечно же. Значит, давай пройдемся с тобой по группам. Эквадор-Сенегал – это группа А. В третьем туре встречались команда Эквадора с Сенегалом. И сборная Нидерланды играла против аутсайдера и группы, и всего турнира. Как мы уже поняли, сборная Катара – хозяйка турнира. Сборная Сенегала победила со счетом 2-1, очень бойкая была игра. Ну, и сборная Нидерландов в достаточно прагматичном, в таком спокойном стиле обыграла Катар со счетом 2-0. Что думаешь по поводу этих игр и насколько итоговый расклад? Из группы вышла сборная Нидерландов и сборная Сенегала. Насколько реальный расклад соответствует тому, что ты ожидал перед началом турнира? – Если честно, конечно же, здесь главный матч был Сенегал-Эквадор. А что было ясно, что Нидерланды, несмотря на прагматичность, мы отмечали этот факт, что они еще в первом матче, имея высоких ростов нападающих, играли от обороны. Конечно же, большой интерес вызвал матч Сенегал-Эквадор. И вот здесь сенегальцы доказали, чего от них ожидали. Ведь вначале, еще до групповой этапы, мы говорили, что Сенегал явно бывает так. Потом мы видели по игре Эквадора, что Эквадор, наверное, лучше сейчас в такой эстетической форме, больше заслуживает выхода, учитывая, что он с Нидерландом играл хорошую. Но вот здесь сенегальцы доказали, что не всегда такие команды, такие как Сенегал, бывают, и не своеобразные взятом одного актера, эти потери Манэ, сказали, что они могут выйти из группы, даже потерять каких-то сильных игроков. И вот сейчас я отмечу еще такой факт, что чемпионат в последнее время, в последних матчах, он превращается в такую, можно сказать, динамику, которую я наблюдаю, что лучше играет команда, которая выступает в втором номере. Ведь если посмотреть процент владения мячом в матче, то, что Эквадор сенегалом лучше, больше было Эквадора. Соответственно, моменты, они должны были больше создавать. Но почему-то обратная ситуация, моменты, когда создавали больше сенегальцев, если посмотреть статистику матча. То же самое можно и о Бельгии, и Канады, и Брестка. И вот все-таки, видимо, игра вторым номером сейчас имеет наибольший эффект. И вот этот эффект мы видели сейчас, наблюдаем. Да, Эквадор, конечно же, может быть, команды очень близкие по классу. И сенегальцы были больше мотивированы Эквадору со применениями, результат устраивал. Но в конце гол Кулебали решил исходы этой встречи. И я бы отметил, конечно же, ту волю, стремлению, с которой играли сенегальцы. Вообще все команды из африканского континента, мы видим их волю в победе. То же самое можно было и по вчерашним матчам сказать, когда Ганна играла с Южной Кореи, и Камилу, когда играл с Сербии. Сенегал также продолжил это, кто тратит всю руку, хорошее выступление на команды африканского континента. А если говорить о матче Нидерланды, ну, тут все было ясно, но не с вами, но прагматику. Свою, конечно же, Нидерланды даже были на первом номере и обыгрывали хоть все хозяев, но аукциальдов, кто-то нет. Поэтому ничего неожиданного в этой встрече не произошло. Но также ничего неожиданного не произошло в матче сенегалой Аквадору, потому что сенегалец, по-своему роду, даже без своих лучших игроков, они являются сильнейшей командой. Это действующие будут в чемпионатах Кубка Африканских наций. И как они отбор провели. Поэтому я думаю, что здесь все вполне заслужено. Вот, кстати говоря, про сборную Аквадора хочется поговорить, Эмин. По сути, после первого тура у них было три очка, у сборной Сенегал был ноль. Они проиграли свою первую игру в сборной Нидерландов. И вторая игра, Эквадор играет самую сложную игру своего тура, она играет ничего с Нидерландами. По сути, все было в их руках. И на самом деле они сами упустили. По поводу сегодняшней игры сборной Сенегала и Эквадора, мне кажется, что ты очень прав в том, что сборная Сенегала смотрелась гораздо более... У нее было больше желания, что ли. Или больше, возможно, сил было. Возможно, функционально они были более готовы к этой игре. Им селять было нечего. На самом деле, да. Все-таки Эквадор играл на ничью. Да, Эквадор больше рассчитывал на ничью, которую они, к сожалению, не смогли добиться. Очень симпатичная команда сборной Эквадора. А сборная Сенегала остается только поаплодировать, потому что они, несмотря на потерю главной своей звезды, буквально за, по-моему, 10 дней до начала турнира, до своей первой игры, Садио Мане, они смогли доказать, что это крепкая все-таки команда, которая и без своего лидера способна на какие-то свершения. Посмотрим, с кем она встретится в 1-8, и какой ее будет дальнейший путь. То есть, по поводу сборной Нидерландов, все-таки в этой группе команда, от которой ожидается каких-то серьезных достижений, это все-таки, при всем уважении к сборной Сенегала, это все-таки Нидерланды, которые изначально, еще до начала чемпионата рассматривались как, ну, одни из фаворитов. Примерно они были, наверное, в шестерке, в семерке фаворитов чемпионата. Что думаешь по этому поводу? То есть, они с такой игрой, которую они показали, прагматичной, спокойной, где-то не очень результативной. Хотя, по сути, они забили 5, пропустили 1. Но, опять же, для сборной Нидерландов, в которой мы всегда, лично я жду такой феерии футбольной, буйства красок, эмоций и страсти, немножко блеклый подвол показали. Как ты думаешь, смогут ли они все-таки пройти далеко? Я скажу так, если ты помнишь, она была одной из передач у нас был гостем Валью Джавадов. Это был первый тур группового этапа. И мы с ним обсуждали момент. Момент игры на результат и момент красивый атакующего футбола. Остается счет на того. Да, мы отмечали исключение, кстати, которое связано с Нидерландами. Ну да. И я думаю, что Луи Вангаль, да, мы говорили, что в этой группе четырехиевские команды. Луи Вангаль, возможно, сейчас не делает ставку на красивый бурл. Да, мы где-то думали, что синих галам не получилось, но и дальше мы еще такого яркого не увидели. И это не говорит о том, что там Депайнов, другие игроки. Возможно, Луи Вангаль делает ставку сейчас на результат. Но я думаю, что Нидерланды, в те турниры, где они делают ставку на результат, они не могут далеко доходить. А вот именно, где они показывают игру, как в Бразилии это было, если они реально показывают футбол, им это приносит лучшие результаты. Я думаю, что все-таки Луи Вангаль нужно немножко перестроить игру. Да, здесь вышли из группы, но потому что на классе вышли из группы. А в плей-офф такого класса разницы в классе уже не будет. Поэтому я думаю, что можно уже что-то менять. Менять игру, может быть, по атакующей линии. Где-то, я не говорю, что перейти на игру, там, 4 форума, но где-то все-таки в центре поля ставить более игроков таких, не отталяющих назад, а более атакующего варианта. И вот, чтобы Леонг больше к атакам подключался и другие игроки. Я думаю, что перестройка сейчас в составе, она, только она доследила, она сейчас результат, а не прагматика. Да, прагматика приносит результат, но в таких группах они в сайте. Ты знаешь, Эмин, мне кажется, что я не вижу каких-либо перспектив для того, чтобы сборная Нидерланды смогла перестроиться, потому что мое твердое убеждение, что команда, которая, по сути, отыграла половину чемпионата для себя, в лучшем случае, они сиграют 7 игр, если с финала вместе или же с игрой за третье место, три уже сыграны. Плюс, конечно же, был период подготовки. Мне кажется, что если сейчас Вангал попытается перестроить игру сборной Нидерландов, это закончится в фиаско, потому что, по сути, они вышли с первого места, они будут играть с командой, с какой-либо из команд, которая занимает второе место, соответственно, чуть послабее, чем сама сборная Нидерландов. Мне кажется, даже в этом случае, если они попытаются сейчас перестроиться, это может закончиться в фиаско, потому что все-таки подготовка целенаправленная, мне кажется, что лучше, коли они так начали, то пусть продолжают, посмотрим, чем все это закончится. По этой группе у меня... Я отметил тот факт, я тебя перебью, они могут и с Англией сыграешь. Ну, посмотрим, да, посмотрим, мне кажется, что все-таки сборной Нидерландов не хватает, вот как ты сказал, немножко искры, куража немножко не хватает, но, возможно, какая-нибудь уверенная победа в одной восьмой, если она случится, она может вот этот кураж придать, и посмотрим. Я все-таки считаю, что потолком сборной Нидерландов при самом удачном раскладе является одна четвертая на этом чемпионате мира. Ну, посмотрим, что дальше. Некоторые команды нас удивляют. Кстати, по поводу африканских команд, коротко скажу, я думаю, ты помнишь, как мы в самом начале, после первого тура восхищались азиатскими командами. А, ну, вот видите, как получилось. Сейчас нас восхищают африканцы больше. Все-таки буквально подряд, буквально подряд Камерун, Гана, Сенегал, который показывает очень яркий, страстный футбол. А азиаты немножко отошли на задний план. Все-таки саудовцы проиграли, японцы проиграли, корейцы тоже проиграли. Поэтому что-то вот в этой такой битве континентов все-таки африканцы сейчас думаю, на шаг впереди. Окей, ну и завершая разговор об этой группе, все-таки Катар. Они забили один мяч, пропустили семь. Был по отношению к ним несправедливый момент, я считаю, во второй игре все-таки со сборной Сенегала. Да, со сборной Сенегала им должны были, я считаю, что назначить пенальти, тем более они тогда вели бы в счете. Но при всем при этом эта команда оказалась самой слабой на этом чемпионате мира. Я думаю, что и Коста-Риканцы доказали, что они посильнее и все остальные в принципе команды. Это первый результат, когда домашняя сборная проигрывает все три игры, но это было ожидаемо. Как думаешь, когда-нибудь мы еще о катарцах услышим на чемпионатах мира? Я думаю, что есть шанс о них услышать, учитывая то, что эта разница в классе ощущается по сравнению с командами из другого континента. А в Азии у них меньше такого уровня соперников. Да, это сборная Австралия, Япония, Салтаскаралья и Корея, но там немного сборных, которые можно увидеть. Если мы заметим, у Азии в квалификационном этапе по шесть командного группы в конце, и Катар может в принципе занять и четвертое место и где-то попасть на стыки, может быть не с первого духа, а где-то со стыкового места играть с другим континентом, играть с Перу или с Новой Зеландией и через эти стыковые матчи быть. Я думаю, что все будет так. Ну, то есть мы еще их увидим. Если тренер останется и может быть, если некоторые драки все-таки поедут играть в европейские клубы, хотя бы один или два, и не будет у них потолок во второй дивизион Береген и Катар. Окей, окей. Пожелаем удачи всем командам из этой группы, особенно Эквадора, Катару, мы с ними прощаемся на ближайшие, скорее всего, четыре года, в лучшем случае. И сборной Нидерландов и Сенегала желаем удачи. Переходим к моей любимой группе, группе футбольно-политической группе. Сегодня состоится, возможно, один из самых ожидаемых матчей чемпионата мира, матч, который привлекает внимание не только футбольных любителей и болельщиков, но и в целом людей, которых просто интересует ситуация в мире, те люди, которые смотрят новости, конечно же, на нашем телеканале. Сборная США, сборная Ирана в группе B и вторая игра Англия Уэльс, на самом деле, тоже достаточно интересная игра, но, конечно же, мы заострим свое внимание на игре США и Иран. Давай по ситуации в группе, эта игра, кстати, состоится, эти игры, точнее, состоятся через 20 минут. Значит, у Англии 4 очка и разница мячей плюс 4. У сборной Ирана 3 очка, разница мячей минус 2. У США 2 очка, у них 2, значит, разница мячей 0. Да, и сборная Уэльса 1 очко, разница минус 2. Я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что на этом чемпионате мира и в принципе по уставу FIFA на чемпионатах мира в групповой стадии ключевым показателем приравенства очков является не личная встреча, о количестве разницы мячей. Соответственно, это на очень многое может повлиять и поэтому каждый гол забитый или пропущенный влияет очень на многое. И поэтому те голы, которые Иран пропустил, вполне необязательные от сборной США, они могут сыграть свою ключевую роль. Кстати, эта разница еще у СССР сохраняется. Да, 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 это тут есть шансы вылететь и выйти в плей-офф у всех команд абсолютно, конечно же, наиболее благоприятная ситуация в сборной Англии. Ей достаточно сыграть ничью или же даже проиграть минимальным счетом. вообще для того, чтобы в сборной Англии вылетела там какая-то сказочная совершенно как бы череда случайностей должна произойти, но это все еще возможно. Эмин, сборная Англии и сборная Уэльса, что думаешь? Англии Уэльс, британское противостояние, кстати, тоже очень большие значения. Я думаю, что англичане после того, что не смогли выбрать сборную США и, кстати, если посмотреть по моментам, вспомнить, понимаешь, там американцы были ближе к победе. они были острее, Да, они были острее. Я думаю, что сборная Англии соответственно, нагоняя Абдарда Салбита уже получила. Получила и с матчем с Уэльсом уже будет действовать так, как мы ее видели, матч с Ираном. Наверное, больше атакующий будет вариант. Мы еще перед турниром говорили, что Англия не показывает той игры, как матчика, минимальная победа. Но в матче с Ираном думали, что все, значит, изменился. Нет, на самом деле, ничего не изменилось, просто был первый матч. Может быть, даже с травмом это было связано. Не факт. И я думаю, что здесь игра Англии будет стараться показать отопущий футбол. Но результат будет минимальный. Даже если он будет не в мячении, это будет оттенантно. Даже если это будет победа Англии, она будет подгородать с иглами чайка, будет подгородать по ной. Я думаю, что англичане, да, не будут больше владеть мячом. А Уэйс будет играть на контр-атакт, Уэйс будет играть на стандартах, учитывая ростов своих игроков. Но я думаю, что тут будет минимальный победа Англии. И игра, может быть, будет во втором тайме в мячом будет больше количества. А так, возможно, будет больше. Но я не думаю, что у них будет хорошая реализация. Не знаю, может быть, это только мы англичане. Вот по сборной Англии мне хочется у тебя спросить, как ты думаешь, вот ты сказал про то, что Саутгейт после игры со сборной США мог дать нагонять своим игрокам. Как ты думаешь, в принципе, этот тренер способен на это? Есть ли у него достаточный авторитет для этого? Как ты думаешь? Я думаю, что авторитет есть. Учитывая то, что мы видим его эмоциональность, я думаю, здесь эмоциональность это авторитет и создает. Да, есть некоторые футбольные специалисты, которые говорят, что Англия одна проблема, это город Саутгейт. Несмотря на росты и звезд, он не может их правильно ставить. Я думаю, что это не так. Он все-таки не может команду без тренера попадать в финал чемпионата Европы, подать четверку на прошлом чемпионате мира. Я думаю, здесь тоже играет. Авторитет, выбор игроков и здесь, я думаю, что нагонять получать, а не от него блок. Это, наверное, для магистрея. Ну что, главная игра США-Иран. В конце мы с тобой дадим прогнозы на точный счет, а потом проверим, кто из нас окажется правее. И, кстати, призываем наших телезрителей также оставлять свои прогнозы под этим видео, которое будет опубликовано буквально через час-полтора на нашем YouTube-канале в плейлисте дневник чемпионата мира. Нам очень интересно ваше мнение. Ну что, США-Иран, что думаешь, Амин? Я скажу так. Кстати, хорошая тема у нас сегодня, больше, чем футбол. Я отмечу, если такие параллели провести матча Эквадора с Сенегалом, где эквадорцев устраивал ничельные результаты, Сенегал устраивал победа, им было что терять, и где-то они, может быть, хоть и мячом больше владели, много моментов не создавали, то здесь, учитывая то, что может, иран будет устраивать ничельные результаты, в Америке, когда победа, это не значит, что будет прагматикой. Я думаю, что здесь будет атакующий вариант с обеих сторон. Конечно, мы такой матч ждем, матч Ироноэс, кстати, я вам подтверждение. Мы любим, когда мяч не задерживается в центре боя. Я думаю, что этот матч будет один из таких. Свой прогноз я скажу в конце, он будет весьма интересным. Но я скажу, что ставить на чью-то победу, как будет действовать сборная США, я думаю, у них в центре поля три игрока полно-фейки, и три игрока впереди. И все-таки их игроки, они, может быть, не так играют хорошо в обороне, как в атаке играют. Например, если взять в футборной Хорватии центр поля, он такой очень универсальный, когда они могут отзадить, а что впереди. Я думаю, что в центр поле сборной США он лучше играет впереди, а что отходит назад. И где-то он будет насыщать передачами опасными и то же самое будет со стороны сборной Ирдана. Я думаю, что здесь игра будет в штрафных упор сетях, игра будет веселой. И даже не то, что здесь даже варополитика сыграет, а то, что ставка высотка, ставка, это выход плей. Кстати, очень хорошо, что, наверное, это интрига до конца не умерла. удивительно, что эта игра попала на третий тур и эти именно две команды борются за вторую путевку. Окей, давай, Эмин, по счетам сделаем точные прогнозы, начнем с тебя. Точный счет Англии Уэльс. Англии Уэльс, я сказал, точный счет будет 2-0 по той же сборной Аммии. Хорошо. США и Ран? Матч, мне очень трудно бывает угадать победителя, где я реально не могу сейчас сказать. Я обычно в таких матчах делаю ставка, она не всегда подходит, но я делаю ставку на сверх результативную ничью. Я думаю, что здесь будет 3-3 и 8 и будет даже удаление. Хорошо. Да, кстати, в удаление я тоже очень сильно верю, потому что эмоции там будут бить через край. Ну, давай тогда я тоже скажу, я считаю, что сборная Англии выиграет с минимальным счетом 1-0. А сборная США, в моем понимании, она должна в пух и прах разнести сборную Ирана, мне кажется, счет будет от 3-0 и выше. Или даже если сборная Ирана забьет... Твой прогноз на то, что Америка станет таким стой образом открытием чемпионата мира, он совершен. он сохраняется. На самом деле они по игре показали то, что я от них ждал. По результату думаю, что нет. Но все-таки мне кажется, сборная Ирана, во-первых, она очень много сил оставила в игре со сборной Уэльса и очень много эмоций она там оставила. Мне кажется, что все-таки сборная США и в целом посильнее будет, чем сборная Ирана. Это не спорит. Нас насчет этого, да, учитывая их игроков, в целом да, я считаю, что да, хотя на самом деле мне сборная я до сих пор оставаюсь в применении даже при тех вчерашних играх, которых мы сумасшедшие совершенно игры Камерун-Сербия, Ганна-Корея. Для меня лучший матч этого чемпионата до сих пор игра сборной Ирана со сборной Уэльса. Я получил огромное удовольствие от этой игры. Я уже говорил здесь, это мальчишеская такая эйфория от футбола. Мне очень было похоже, что я наблюдаю за дворовым футболом из окна своего дома. Это страсть, эмоции, битва за каждый аут, удаление и так далее и подобное. У меня задало такое впечатление, я получил огромное удовольствие от этой игры и в частности от игры сборной Ирана. Но при всем при этом я считаю, что сборная США должна разнести сборную Ирана. Какая страна на счет? От 3-х нолей выше. Ну пусть будет 4-1. Я думаю, я все-таки поставлю на счет, должен Иран все-таки забить, а сборная США должна, ну плюс 3, мое личное мнение, ну посмотрим, буквально через 2-х месяца. США сыграет с Нидерландами. США сыграет с Нидерландами и, кстати говоря, это именно та пара, где может произойти сюрприз. Я считаю, что сборная США должна прибавлять по ходу турнира. Это все-таки очень молодая команда, которая все еще налаживает связи между игроками, соответственно, по ходу турнира они должны прибавлять. Но это все немножко позже, мы с тобой еще будем обсуждать плей-офф, пары и так далее. Окей, перейдем давай к завтрашним играм. Значит, завтра по воле организаторов будет группа D играть, прежде чем группа C. Но завтра в 7 часов по бакинскому времени играет сборная Туниса со сборной Франции и сборная Австралии со сборной Данией. Данией. Да. Смотри, ситуация в группе, напомним нашим телезрителям, сборная Франции 6 очков, она гарантировала себе выход из группы. Учитывая разницу в мячах, она практически гарантировала себе выход с первого места. У нее плюс 4. У сборной Австралии 3 очка, разница мячей минус 2. У сборной Дании 1 очко, разница мячей минус 1. У сборной Туниса тоже 1 очко и разница также минус 1, но она, кстати, не забила. В отличие от сборной Дании. У нее минус 1 при 1 забитом и 2 пропущенных мячах, а у сборной Туниса 1 пропущенный и 0 забитых. Соответственно, если будет равенство очков между этими командами, сборная Дании будет повыше. Теперь, что думаешь... Это Коман 3. Мексику, Руглова и Тунис. кто не забил. Да. Да. И, окей, что думаешь по поводу этих игр сборная Туниса, сборная Франции, Австралия, Дания? Ну, я скажу так. Мне бы два мнения было бы тоже очень интересно узнать. Ну, вот, начнем с того, что французы все-таки если смотреть на это пострадание с Тунисом, я думаю, что будет победа сборной Франции, ну, за счет, конечно же, сильных нападающих и именно та игра, которую мы видели. Я тебя перебью, я тебя перебью, очень извиняюсь. Как ты думаешь, Франция даст отдых своим основным игрокам? Я думаю, что здесь будет вариант такой коллаборации. Может быть, выйдет на поле Мбапе в основе, а Живо выйдет на замене. И Гризман останется на скамейке запасных. Я думаю, что будет выбор такой. Вот, что бы ты сделал на месте с деда Шама, когда ты еще теоретически можешь потерять первую очередь. я бы оставил Мбапе не то, чтобы заявки, как бы даже я его на стадион не привез бы, пусть остается в отеле, в закрытой комнате, лишь бы не получил травму, потому что я все-таки считаю, что потерям Мбапе не дамил. Да-да-да, то есть я его не выпускал бы вообще из номера отеля, чтобы, не дай бог, какой-нибудь травмы не произошло. Поэтому, мне кажется, что Жиру заменить можно в теории, Гризмана заменить можно, Дембеле сложнее, но тоже можно. Мбапе в этой команде заменить невозможно. Я думаю, два игрока, которых заменить невозможно, это Льюрис и это мое личное мнение, это Мбапе. Потеря одного из этих двух игроков это конец для чемпионата для сборной Франции. Это мое убеждение. Я все-таки по тем играм, которые я увидел, Льюрис понятно, это капитан, Ахсакал этой команды, так скажем, Амбапе это человек, который формирует тактику не только своей команды, но и соперника. Это человек, на которого бросаются лучшие силы защиты соперника. И который за счет этого освобождается Жиру. Конечно, за счет этого освобождается Жиру, за счет этого освобождается пространство для Гризмана, для вот этих великолепных проходов Дембеле и так далее, там подобное. Отсутствие Дембеле нивелируется эти факты и соответственно к игре сборной Франции будет гораздо легче подготовиться и просто остановить ее. Окей, Франция-Тунис, ты думаешь, что игра закончится? 2-0 в пользу сборной Франции. 2-0 в пользу сборной Франции. И Австралия-Дания? И Австралия-Дания. Я думаю, что будет победа дать Чан со счетом 2-1, но победный мяч они забьют на последних минутах. Ты согласишься? Мне хотелось бы твой прогноз узнать. Мечта всех футбольных фанатов, когда победный гол забивается на последней минуте. На самом деле, Эмин, не люблю я с тобой соглашаться, в этот раз я вынужден буду это сделать. Единственным исключением, мне кажется, что сборная Туниса не уедет с этого чемпионата без забитого гола. И они забьют таки в сборной Франции. 2-1, 3-1, победа сборной Франции. Уверенная, спокойная. Возможно, счет будет 3-0, а потом в концовке Тунис забьет, когда французу успокоится. Потому что Тунис, на самом деле, интересную игру показывает. Яркую, красивую. Шикарная была игра. А сборная Австралии, сборная Дании. Но Австралия это очередная команда, которая выступила как раз так, как от нее ожидали. Это команда по европейским, если мерить, по европейским команда уровняет там, ну, Словакии, чуть ниже в Вейгрии, скорее всего. Не так много игроков, которые в Европе играют, как раньше. Да, это уровень, наверное, дивизиона Б или Цель Лиги наций. Соответственно, мне кажется, что они сыграли так, как должны были сыграть. Несколько хороших результатов у них было. И, соответственно, но шансы опять же есть. Они сейчас на втором месте и ничья их выводят в плей-офф. Но я думаю, что они это ничего не смогут добиться. Сборная Дании все-таки помочь им одержать победу. И я ставлю на то, что из этой группы выйдет сборная Франции, естественно, с девятью очками. И, кстати, у меня есть прогноз, что сборная Франции окажется единственная команда, которая наберет девять очков на групповом этапе. Мне кажется, сборная Бразилии и сборная Португалии потеряют очки в последнем туре. Есть у меня такая... Все может быть. У нас осталось две минуты, если не ошибаюсь. Да, да, да. И вот у меня поэтому... Прогноз. Мой прогноз. Да, совсем забыл мой прогноз. Я думаю, что сборная Франции и Тунис три-один, сборная Дании и Австралии ну два-ноль. Два-ноль. И мы с тобой потом обязательно сверим наши результаты. И последний вопрос. У нас осталась буквально минута до конца эфира. Ты сейчас в Германии и буквально через два дня состоится игра сборной Германии. Германия состоит. Решающая игра. Чувствуется ли там какая-то атмосфера футбольная? Может быть, ты с кем-то общался на эту тему? Ожидание и так далее? Да, атмосфера, конечно же, чувствуется. Люди в ТП смотрят футбол и атмосфера чувствуется, но эта атмосфера может быть скорее более напряженная, чем она праздничная, потому что не все ясно для сбора Германии. Немножко старико решающий. Гол, который они забили Испанию он спас положение и получил очень хорошие положения. Они будут поставить Испанию и они будут Японию. Я думаю, и даже больше спасла ситуацию не их гол испанцам, а победа сборная Коста-Рики. Они должны благодарить их. Не знаю, как они будут благодарить их в личной встрече, но придется как-то совмещать победу над ними с благодарностью. Эмин, у нас заканчивается эфирное время. Спасибо тебе огромное, что ты подключился к нам. Смотры игры, которые начнутся через пару минут, а мы и завтра будем в эфире. Если у тебя слова для наших телезрителей. Да, смотрите, смотрите футбол, болейте футболом и смотрите дневник чемпионата мира на канале CBC. Пойдем, шеф, спасибо. Дорогие телезрители, радиослушатели и тебя, нарвачиваю, спасибо. До свидания, доброй ночи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова